Всем привет, ребята! Во-первых, хочу сказать всем спасибо за поздравления. Ну и за то, что вы мне сделали подарок, я вам тоже сделаю подарок и разыграю сегодня автокейс. Ну и вообще, если вам интересно, день рождения я праздновал в спортзале. 35? Да, бах на раз. Ой, теперь возьмем на 30-70. Ладно, на следующий день я все-таки немного выпил, уже отошел и пора как бы делать видео. Да, ребят, это новая серия по ловле и я еще даже не зашел на сервер и увидел объявление, как чувак продает семью и говорит, что донат с вас, поэтому давайте понаблюдаем за ним. Ну пока что Рича или Птоши в игре нету, этот чувак играет в казино, надо, наверное, пойти разыграть автокейс. Чтобы собрать такую толпу, я сделал просто пост в Телеграме, ссылочка на Телеграм будет в описании, подписывайтесь, там я выкладываю всю подробную информацию о призах, да и вообще о своей жизни. Правила, я надеюсь, все знают, нужно просто писать мне в смс, я хочу автокейс и в один момент я просто выключу телефон и последнее сообщение будет победителем. Очень сильный флут летит мне в смс, я уже выключил телефон и победитель Джек Сандер, давайте сейчас телепортируем его. Так, стойте, я уже забыл про этого чувака и телепортировал к нему Лептошу и он говорит, что семью продает за 1.6. Я так понял, доната у него нету, да и у Евгения тоже нету доната, так что, скорее всего, сделка не состоится. Да и, скорее всего, этот Дима он не кидал. Поэтому давайте вернемся к подписчику, он думает, что выпадет Субару. Открываем донатик, выбираем кейс и покупаем один кейс и, в принципе, максимально быстро крутим его. Ииии выпадает Кия К5. Ну, в принципе, тачка тоже нормальная, подписчик не угадал, но тачку я ему отдам. Ну что, отдаем Кия за 25 косарей и мне остается пожелать ему лишь только удачи, ведь победить среди такого количества человек было нелегко. Давайте начну с самого интересного, вот этой жалобы. Итак, здравствуйте, стою я, значит, спокойно в кайзике и ко мне подошел какой-то чел и говорит, типа, го, куплю Фому 700к, я первый. Я говорю, ну, типа, я просто тупо кидаю трейд и он дает мне 700к, то есть ты сам ему кинул трейд, как ты пишешь. Потом же меня ТП Алонси говорит, типа, нахуй кидаешь людей. Ну, во-первых, почему он имеет право портить игру людям? Ну, не знаю, если честно, кому я там испортил игру, но как бы нашел кидалу, у которого на руках было 20 миллионов, да, и забанил его. Да, и в этом есть весь смысл рубрики, не в том, чтобы кидала вернул деньги и мы его разбанили, а в том, чтобы кидала попался и ушел в бан навсегда. Ну, а вот, собственно говоря, я телепортировал этого человека и знаете, что он написал? Понимаю, то есть он уже понимает, что как бы он делал. И пишет в чат, ну мы же не договорились по факту, он это пишет к тому, чтобы не получить бан. У Липтона на канале или же в следующем видео моем вы увидите, как этот чувак поступил с Липтоном. И знаете, такой весь из себя безобидный чел, он мне кинул 700к, как бы, и я вообще хрен знает зачем. А в жалобе он пишет, как бы, он мне предложил купить семью и я кинул ему трейд. То есть, как бы, получил 700к, но хз зачем? Блин, ну чё за приколы, говорит, ну конечно приколы, терять аккаунт, на котором 20 миллионов, который ты потерял сугубо из-за своей ошибки, а точнее попался на мой крючок. Этот чувак давит на то, что не было условий, но как бы было чётко видно, что он, нет, не он, точнее Липтоша говорит ему, Гоку плюс семью за 700к, этот чувак говорит, окей, Липтоша кидает ему 700 тысяч, этот чел просто убегает и смеётся, нормально? Ну как, ребят, это нормально? На данный момент этот чел отлетает навсегда, мы будем ждать ответа от жалобы, ответа от старшей администрации и будем ждать их вердикта. Я прекрасно понимаю, что этот чувак бизнесмен, и что у него имушки на 50 миллионов, но мы-то с вами даже не знаем, каким способом он получил эти деньги. Не отходя от кассы, телепортирую ещё одного кидалу, вот этот Егорчик, куда же ты вышел с игры, когда ты кинул Липтошу? Короче, он просто стоит в АФК без эскейпа, поэтому давайте заполним форму и пусть отправляется в бан за то, что обманывает игроков. Дальше получилась очень интересная ситуация, Липтоша подбежал к тому челу, который выиграл у меня Kia K5 и просил как бы купить семью. Но как бы нам и вам понятно, что это не кидало, а Липтоша тогда ещё этого не понимал. Скин, корона, очки, кейс, примерно так сегодня заряжу Рича, и он пойдёт ловить мошенников. Короче, в следующей серии мы разберём того богатенького кидалу, посмотрим, что ответили в жалобе. В следующей серии Рич будет патрулировать авторынок, а Липтоша будет патрулировать казино. Поскольку кидал на авторынке было слишком мало, пришлось закончить эту серию. Шутка.